Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, мы поговорим сейчас с вами о 17 главе Евангелия от Иоанна. В 17 главу выделен текст, который традиционно называют первосвященнической молитвой. Это молитва, которую Господь совершает в заключении, в завершении Тайной вечери, молитва об учениках. Ну, впрочем, конечно, не только об учениках, Господь сам говорит, я молю обо всем мире, но все-таки преимущественно эта молитва Господа Иисуса именно об своих учениках. Итак, начинает Господь эту молитву обращением к Отцу Небесному и говорит, пришел час, прославь сына твоего. Мы уже говорили о том, что прославь – это выражение, которое, пожалуй, следует все же понимать, отодвинув в сторону человеческие представления для библейской культуры, в которой живет и действует Господь Иисус. Это в первую очередь означает явление самого Бога, действие Бога, проявление Бога в этом мире. Слава Божья – это некоторый феномен, который трудно, а часто и вовсе невозможно ни описать, ни объяснить, но все-таки смысл его заключается в том, что присутствие самого Бога вот некоторым образом сказывается в этом мире. Поэтому, когда Господь Иисус обращается к Отцу и говорит, прославь сына твоего, Он, вероятно, все же говорит в первую очередь именно о том, чтобы сама природа Бога, сама личность Отца Небесного были в Нем явлены, в Нем, присутствующем здесь в этом мире посреди нас. И продолжает Господь, говоря о себе, обращаясь снова к Отцу, «Ты дал Ему, то есть Сыну Человеческому, власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, Он даст жизнь вечную». Это тоже, на самом деле, важная вещь, потому что задачи, которые ставит перед собой Бог, действуя в этом мире, действуя через Господа Иисуса, часто для нас оказываются таким предметом пререканий, потому что мы склонны по своему образу и подобию этой задачи формулировать. Но вот Господь Иисус говорит о том, что власть, которая Ему дана, дана для того, чтобы всем дать жизнь вечную, всем, кого Отец Небесный даёт Ему. И совершенно потрясающе, чрезвычайно важная вообще в Евангелии, в вере христиан, следующая его фраза. Он говорит, «Сия же есть жизнь вечная, да знаю от Тебя единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». У людей часто о вечной жизни бывают довольно разные представления. Большей частью обусловленные, конечно, культурой, но до некоторой степени и природными нашими склонностями. Вот поэтому мы думаем про жизнь вечную, как, ну, чаще всего, конечно, как какую-то такую бесплотную душу, по возможности, с крылышками, которая где-то там после смерти порхает. Вот, это красивая картинка. Она была популярна ещё в глубокой древности, ещё и до Господа нашего Иисуса Христа. Потом некоторым, довольно сомнительным, по совести сказать, образом просочилась в головы христиан тоже. У неё есть один из недостатков – она неверна. Жизнь вечная – это не жизнь после смерти, в которую мы, строго говоря, не верим, а верим в воскресенье мёртвых, стало быть. Вот. Но жизнь вечная, как говорит Господь Иисус, заключается в том, чтобы знать Бога и знать самого Господа Иисуса. И, собственно, и всё. И этим определяется и вечность этой жизни, и то, что это жизнь, а не просто обмен веществ или какая-то ещё разновидность физической смерти. Вот. Сия есть жизнь вечная. В том это заключается, чтобы знать тебя, единого истинного Бога. Это чрезвычайно важно, вообще говоря, помнить, потому что, ладно бы, там у нас какие-то были представления более или менее адекватные о том, что мы считаем жизнью вечной, но мы ведь под эти представления свои поступки, свои приоритеты как-то выстраиваем. Ну вот поэтому так необходимо для нас эти слова Иисуса слышать. Вечная жизнь заключается в том, чтобы знать Бога прямо сейчас. И, собственно говоря, в результате того, что Сын Божий стал человеком, жил среди нас, свидетельствовал нам об Отце, умер и воскрес, в результате всего этого больше никаких преград для того, чтобы жить этой жизнью вечной, нет. Всё, что возможно знать о Боге, открывается нам в личности Иисуса Христа. Поэтому эти слова о том, в чём заключается жизнь вечная, конечно, имеют совершенно исключительное значение. Дальше, когда Господь Иисус молится, он говорит тоже удивительные слова. «Я открыл имя твоё людям, которых ты дал мне от мира». С одной стороны, конечно, в библейской традиции существует знание этого имени Божьего, того тайного имени, которое никто не имеет права произносить, кроме первосвященника святой и святых. Да, того имени Божьего, в котором сокрыта некоторая тайна для людей, важная при всём том, потому что ведь имя существует не для того, чтобы объяснить, как Бог устроен, этого всё равно никто её понять не в состоянии, а для того, чтобы можно было к нему обратиться. И вот Христос говорит вещь, до некоторой степени удивительную, потому что любой из его слушателей иудеев в этот момент, его слушают 11 апостолов, может подумать в этот момент, что, ну, ведь Бог открыл своё имя Моисею на горе Синай, и, стало быть, оно уже известно. И тем не менее, Христос вот говорит так, «Я открыл имя Твоё». Действительно, здесь речь идёт об имени Божьем, как возможность обратиться к Нему, призвать Его, вот, как о личной встрече с Богом, которая, собственно говоря, обозначается вот этими словами, то, что имя Его теперь открыто для нас, и, собственно, открыто не как-нибудь иначе, а в Господе Иисусе. И дальше, молясь об учениках, о которых Господь просит Отца Небесного, чтобы Он сохранил их от зла, нас, пребывающих в этом мире, Он говорит, «Отче святый, сохрани их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне». И здесь, по-видимому, не так-то просто на нашем языке передать тот смысл, который вкладывается в эти слова, потому что, когда мы слышим или читаем слова во имя чего-то или кого-то, у нас тоже появляется некоторая картинка в голове. Но на самом деле там творительный падеж, и Господь говорит, обращаясь к Отцу Небесному и молясь о нас, говорит, «Сохрани их именем Твоим». Значит, имя Божье – это некоторая реальность, которая благодаря Иисусу приходит в нашу жизнь и которая даёт нам возможность за Него держаться, за это имя Божье, за то, что мы узнали о Боге в Иисусе Христе, держаться за то, что любовь Божья непобедима, сильнее смерти и даже нашего собственного греха. Вот сохранить именем – это значит действительно дать ученикам возможность остаться людьми или, может быть, правильнее было бы сказать стать людьми, прыгнуть над уровнем Павиана и, держась за имя Божье, за то, что мы узнали о Боге, за ту правду, которую Иисус нам открыл о Нём, вот действительно выдраться из того очень плоского и примитивного уровня жизни на поверхности Земли, который нам присущ. Господь говорит Отцу Небесному в этот момент о том, что пока я был с ними, само моё присутствие, оно сохраняло их, соблюдало, как в нашем русском синодальном переводе. Но вот теперь он обращается к Отцу Небесному и просит, чтобы сам Отец действительно держал нас в своей руке. Господь говорит, я не прошу тебя, чтобы ты забрал их от мира, но чтобы сохранил от зла. Тоже, согласитесь, чрезвычайно важная вещь, потому что быть взятыми от мира очень хочется, очень хочется. Жить в человеческом мире трудно, в нём случаются катастрофы, в нём мы причиняем друг другу боль, часто совершенно непереносимую, и в нём мы сталкиваемся со своей собственной немощью и часто даже и никчёмностью. Вопрос смысла такого существования, хотя человечество научилось за долгие столетия отодвигать его далеко-далеко от себя, тем не менее этот вопрос в человеческом мире в какой-то степени вовсе неразрешимы. Хочется, конечно, и масса людей в нашей истории мечтали и пытались сбежать, сбежать от мира, скрыться от него, иногда для того, чтобы сосредоточиться на Боге, но большей частью для того, чтобы просто не испытывать тех трудностей, которые этот мир в себе таит. И вот Господь молится о своих учениках и говорит, нет, я не прошу о том, чтобы ты их от этого мира куда-то убрал. Больше того, Он говорит в других местах своим ученикам, я посылаю вас, как овец среди волков. Значит, Господь всё же имеет в виду для своих учеников быть посреди этого мира, быть здесь, но принадлежать Богу. Вот что тоже может быть объяснением того, что Он называет жизнью вечной. В заключительной части этой молитвы Иисус молится о единстве и говорит, да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. И, собственно говоря, вопрос о том, что означают эти слова, далеко не так очевиден. Для современных христиан чаще всего, ну, по понятным историческим причинам, когда мы слышим эти слова, у нас начинают от стыда гореть уши, потому что о нас можно сказать всё, что угодно, кроме того, что мы едины. И это, конечно, вещь стыдная, стыдная перед словами первосвященнической молитвы, но, может быть, Иисус имеет в виду не только быть вместе и не быть в ссоре друг с другом. В каком-то смысле это довольно тривиальная вещь, хотя и это-то нам всё равно оказалось не под силу. Но он говорит, как ты, Отче, во мне, так и я в тебе, так и они, да будут в нас едино. В нас едино. Единство Отца и Сына – это то, что очень трудно описать словами, объяснить, что это вообще такое, как это возможно. Понимаете, тайна Троицы – это проблема, которая занимала умы христиан многие-многие столетия, и, в общем, так и осталась тайной в каком-то смысле. Но вот Иисус говорит, как ты во мне, я в тебе, так, как единый Отец и Сын. О таком единстве между христианами, между своими учениками он просит Отца. Во-первых, увидим, что это стало быть дар Божий, значит, это не то, чего мы можем достичь своими силами. Это то, о чём нужно молиться, Отцу для того, чтобы этот дар был нам дан. Во-вторых, Господь говорит о единстве, когда действительно люди вполне разные, свободные, независимые друг от друга, тем не менее, являются одним целым, не просто согласны друг с другом или структурированы в какую-то историческую общность. И, наконец, ещё тоже, может быть, самое важное в этих словах, Христос говорит, так и они, да будут в нас едино. По-настоящему единство, о котором молятся, вероятно, достижимо лишь настолько, насколько мы действительно соединяемся с Отцом Небесным, насколько мы действительно живём той жизнью вечной, о которой Иисус говорит в начале этой своей молитвы. молитвы. И вне вот этого, вот этой принадлежности Богу, скорее всего, единство может быть только формальностью и больше ничем. И ещё чрезвычайно важные слова. Господь говорит, «Хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Он говорит это о своих учениках. О себе он говорил о том, что «я пребываю в любви Отца». Он говорил о том, что в доме Отца моего обителей много. И, в общем, скорее всего, «там, где я» означает в первую очередь действительно дом Отца Небесного. Хотя не будем забывать, что всё это Христос говорит перед тем, как начинается его путь на крест. Итак, он говорит, «Я хочу, чтобы они были со мною, там, где я». Есть удивительный рассказ о сотнике, который однажды сказал Иисусу, «Зачем тебе ходить ко мне в дом, чтобы исцелить моего слугу? Ты скажи слово, и этого достаточно. Твоя воля творит этот мир. Твоя воля – это действительно действующая сила». И вот в этой молитве Христос говорит, «Я хочу, я хочу, чтобы они были там, где я». И это надежда для каждого из нас. Не то, чтобы мы надеялись на то, что когда-нибудь мы сумеем за какие-то заслуги получить пропуск через фейс-контроль куда-то в сады Парадиза. Мы не на это надеемся, потому что знаем о своих грехах всё в достаточной степени, но мы надеемся на то, что Иисус хочет, чтобы мы были там, где Он, чтобы мы были вместе с Ним. И ради этого стоит действительно пытаться прыгнуть выше головы.